Всем здорова, друзья! С вами Тим, и это новое видео на основном аккаунте Крах. Продолжение развития ТХ 15-го. И сегодня у меня как раз таки появится возможность потратить волшебные предметы, потому что я подкопил немного Дарка, немного Элика. Правда, Элика всё равно не хватает. Я хотел сегодня апнуть Хранителя, а он, оказывается, почти 17 миллионов стоит. Поэтому придётся немножечко поиграть. Но, честно говоря, сегодня больше всего интересно посмотреть, что будет, если использовать Супер Кабана и Супер Шахтёра вместе. Да, это не полноценный гибрид, но полноценный гибрид я буду использовать чуть попозже, так как я не знаю, как его создать. Реально в гибриде в большей части используется либо Дирижабль там в КК, то есть предзаход какой-то, либо Квинна Хиллом кто-то заходит. Прапались у меня етики до 5-го уровня, и надо будет что-нибудь поставить. Точнее, даже прокачать, потому что у меня появился молот, у меня есть... А не, у меня книги уже нет, я книгу в прошлом видео потратил. В итоге, после обновления прошло не так много времени, а лаборатория уже совсем скоро подойдёт к концу, так как будут игры кланов, плюс уже и пропуск там, ну, тоже скоро, можно сказать, а там волшебные предметы. Да и молоток, скорее всего, я так подумал, лучше куплю на лабораторию, так как на героев покупать, ну, такойся, потому что, ну, они и так будут апаться долго, а с учётом того, что хранитель тупо за книги апается, а королева через, ну, примерно на неделе две тоже будет фул, я её вообще даже без книг буду качать, а останется всего два героя. Короче говоря, нет смысла за такие суммы покупать молот героев. Ну, и там будет ещё одна ЛВК, в общем-то, с медальками вообще проблем никаких нет, да и с волшебными предметами, сами видите, что происходит. Я могу поставить в лаборатории ученика, ну, и я, скорее всего, это и сделаю, потому что, ну, не вижу смысла сейчас ставить что-то на долгий срок, так как игры кланов будут, а там, возможно, будет книга на лабораторию, и поэтому лучше пока что подожду и поставлю ученика на 7 дней. А так остаётся опрапать мне, ну, минус два юнита сразу же делаем, потому что молот и книга, поэтому раз, два, три, четыре, ну, и пятая садная машина. Кстати, Таран уже пятого левела, и он выглядит очень прикольно, я сегодня им играл. Ну, и плюс, конечно, ученик, но если так всё посчитать, я, как говорю, в начале следующего месяца, либо даже в конце этого, лаборатория будет уже полностью прокачана. Так что от того, что там всё апается по 15-20 дней, ну, как бы волшебные предметы всё перекрывают, и апается всё моментально. Ну, а сейчас я бы хотел, наверное, прокачать ещё немножко дефа, давайте поставим базу удобную для просмотра, что у меня сейчас апается, что нужно апать. Орла мы проапали, швырятеля я решил одного качать своим ходом, то есть без волшебных предметов, а вот второго бамс, и мы моментально его завершаем. Вот так вот он будет выглядеть в цветовой гамме, прикольно. У него цвет, ну, с бомбёжки, короче говоря, очень подходит, хотя, в принципе, и со всего дефа тоже подходит, поэтому всё, швырятель у нас фул, теперь же можно приступать смело за прокачку либо тесел, либо домиков строителей. Сегодня я бы хотел всё же поиграть со всеми героями, поэтому давайте, наверное, поднимем королеву, это стоило не так дорого, но при этом мы сегодня ощутим героев фул уровня, так как я сейчас заюзаю все банки. Ну и сегодня постараемся по максимуму протестировать миксы, которые я создам, ну или просто юнитов отдельных, так как я сейчас буду варить, точнее, уже сварил шахтёров плюс кабанов, сейчас будем играть отдельно кабанами, ну и немного учеников тоже брать, поэтому посмотрим, что из этого получится. Очень сильная прокачка ТХ 15-го найдена, правда, минус то, что стоит на прокачке Орёл, но тут две банки Яда, это как бы плохо повлияет на кабанов, плюс Моноли, ну короче, остальной деф очень хорошо прапан, есть, конечно, нюансы в виде пушек там, ну, по сути, для фан-атаки, для фан-юнита это сильный соперник, поэтому давайте попытаемся что-нибудь сделать, закинем сюда осадную машину, так как дирижабля накидывать тут я не вижу смысла, поможем кингам, королевой и одного ученика накидим в эту область, после этого, да можем даже колдуна тоже сюда же подкинуть, после этого начинаем, наверное, уже заходочку, так как у нас урон пошёл очень такой неплохой, у нас, кстати говоря, ещё и питомцы как-то неправильно раскинуты, я всё же забыл их немножечко поменять, но, ну ладно, что получится, то получится, кстати, тут ещё и КК есть, а чемпион-то пошёл вообще не в, а нет, пошёл в ту сторону, да, чемпион как раз-таки пошёл в ту сторону, а вот с хранителем беда, я бы лучше бы его прожал, где вылезла КК, а тут получается, что мы сейчас и КК не заберём, и ТХ не заберём из-за этого дракона, даже не знаю, что теперь делать, но чемпион, скорее всего, в ту область у нас никак не пойдёт, кстати, герои пошли понизу, кинг до сих пор живой, это прекрасно, а вот то, что мы дракона полгода забирали, это вообще не радует, и из-за клановой крепости, можно сказать, атака не получилась, хотя, слушайте, вот у нас подмораживает немножечко питомец, плюс чемпион, 40-й левел, блин, как же это красиво, поскорее бы вкачать реально всех героев, всех животных, и вообще играть просто по максимуму против таких жёстких соперников, если бы не КК, то атака получилась бы совсем иная, а тут как бы да, только лишь из-за этого мы, скорее всего, и сольём, ну просто тут уже не вывезет прокачка героев даже, да и пеки тоже не вывезут, всё-таки очень много кабанов погибло при старте из-за шариков и дракона, а так, ну вы должны понимать, что против фулл ТХ-15 фан-атака очень хорошо залетела, и плюс ещё единорог, кстати, королеву отхиливает, вот если бы королева сейчас бы с пробитой стеной бы прошла бы туда и забрала бы вот этот деф, то было бы круто, а так она сейчас просто пробьёт стену и всё, и её смерть настанет, и больше она ничего, скорее всего, не сделает, ну такое я точно пропустить не могу, поэтому давайте быстренько зафармим ресурсы с этого соперника, а уже потом подберу что-нибудь поинтереснее, и попытаемся что-нибудь таким миксом тоже оформить, правда сейчас мне придётся быстро провести две атаки с кабанами, а уже потом перейти на атаку, ну хотя бы теми же самыми шахтёрами, всё же мы их не протестировали после их изменения, там добавили им хп, и поэтому соло шахтёрами я бы протачил, вот правда зачем я сейчас чемпиона закинул, я вот этого вот не пойму, он всё же сейчас погибнет, а герои будут просто сносить сборщики, первая атака в целом вышла неплохой, правда мне кажется, что два ученика это лишнее, лучше взять больше хогов, либо ещё какого-то юнита, и тогда было бы точно 100%, в следующей атаке я форманул, потом я забыл про героев, ну короче говоря, что-то я куда-то спешу, сейчас же я готовлюсь максимально, так как буст кабанчиков уже почти закончился, микс готов, остаётся лишь дождаться только королевы, и попробуем с одним учеником, пятью хогами и десятью шахтёрами затащить, это тоже такой обычный микс, скажем так, даже не микс, а просто набор трёх юнитов, который должен тащить и делать трёшки, а уже потом это будет мой авторский микс, а точнее микс, которым я играю на КВ с супер шахтёрами, и этот микс был реально имбовый, а с учеником сейчас, ну и плюс ещё и с бафнутыми шахтёрами, мне кажется, это будет вообще развал, поэтому сейчас посмотрим, что из этого получится, ну и давайте сейчас же уже потратим, наверное, эликсир, так как я накопил, 6 дней 9 часов бы апал сохранитель, но есть книжица бамс, немножечко нужно дарка подкопить, и в конце этого видео я поставлю, скорее всего, королеву, и потом уже заюзаем руну дарка, наконец-то я потрачу все волшебные предметы, книжица мне больше не нужна, а руну на ДС я потрачу только тогда, когда вкачаю хранилища. С первого же клика найден соперник, и я думаю, что сейчас мы точно покажем всю мощь этого микса, всю мощь нового юнита, ну и супер шахтёров, конечно же, поэтому давайте что-нибудь делать, если это что-нибудь, я думаю, будет высаживание осадной машины, кинга, королевы, ученика, ну и, наверное, всё пока что. Я бы, честно говоря, на кинга лучше опять бы буйвола накинул, так было бы поэффективней, и кинг сейчас что-то у нас как-то пошёл не туда, но, в принципе, я думаю, здесь ждать нечего, нам надо просто сразу же накидывать абсолютно все войска, закидывать вот это, прожимать хранитель, ой, хранителя кинга, закидывать, я думаю, что хил надо бы уже, и вот сюда хил какой-нибудь, потом рейдж на центр, рейдж вот сюда, также можно клонировать кабанов, ну или что-нибудь там клонировать, фриз закинуть на ТХ, там что-то такое мясо идёт просто нереальное, давайте прожмём, наверное, хранителя, и быстренько заберём ТХ, ну и после этого мы уже накинем хил куда-нибудь на выход, думаю, вот сюда, так как там яд лёг, и огромное скопление дефа, кстати, тут опять орёл на прокачке, все прям, блин, взялись и орла на прокачку поставили, капец, я бы лучше как... хотя чё лучше, я уже сделал, я орла прокачал за книгу, либо за молот, не помню, это лучше, чем ждать там сколько, 18 дней что ли апается это чудо, и честно говоря, я уже удивлён от атаки, так как... ну это трёшка, это стопроцентная трёшка, тут ничего не может повлиять на то, что мы тут не затащим, если только смерть хранителя, потому что чё-то он как-то вообще отвлёкся не на то, что нужно, а вот шахтёры пошли тоже не туда, но их осталось прилично так-то, плюс прожатие чемпиона, плюс животное от чемпиона, да это лёгкая трёшка, серьёзно, если бы орёл на прокачке стоял, то да, возможно бы это что-то, точнее не на прокачке, то возможно как-то повлияло бы это на мою атаку, но шахтёров осталось прилично, я считаю это хорошая трёшечка, честное слово, это какое-то совпадение, ещё один челик, у которого орёл стоит на прокачке, я бы конечно сейчас бы мог найти другого соперника, но как бы неважно, серьёзно, когда бьёшь таким миксами, и понимаешь, что эти миксы делают трёшки, ты вообще не понимаешь, что происходит, как вообще обычно один юнит делает трёшки, и с тестом кабанов мы закончили, теперь их нужно полноценно использовать, потому что, ну это реально имба, я не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы показать, насколько это имбовый юнит, а так мне очень всё понравилось, поэтому я реально буду теперь использовать кабанов, либо в связке с шахтёрами, либо всё-таки отдельно, и что вы думаете, мне кажется, что нужно их как-то отдельно всё-таки использовать, так как, ну блин, пополам такое себе получается, а вот когда отдельно, в целом мне понравилось, поэтому я думаю, что всё-таки отдельно их нужно и использовать так. Мы уже начинаем какой-то предзаход, И, кстати, у меня уже потеря кинга Я что-то не заметил, как у него здесь деф расставлен Вообще какая-то фигня Мне по-любому нужно в этот микс набирать Я не знаю Фризы какие-нибудь там Либо предзаход надо было другой немножечко оформить Просто королева как бы реально занимается важным делом Особо важным делом И это, конечно же, не радует Так, закидываем клон спел, хотя там яд банка Плюс прожатие давайте хранителя Все-таки нам нужно расправиться А, мы еще и чемпиона уже потеряли Вообще круто Вообще огненно Не, ну, честно скажу, атака не удалась Надо было все-таки немножко сформировать Немножко иначе этот микс Так как, ну, вы должны понимать Что пробития стены не было То есть бомберов нету То есть тут еще на прокачке стоял какой-то другой деф И даже, мне знаете, сейчас по ощущениям кажется Что прошлый микс по имбови, чем с квинхиллом Потому что королева реально тут максимально бесполезная Плюс я не накинул яд Да, короче говоря, атака не получилась Ну и плюс, мне кажется, все-таки Надо сейчас активно использовать кабанов Пока их не пофиксили Так как они интереснее Либо же все-таки база против такого микса В общем-то, друзья, не знаю Делать ли выводы сегодня по моим атакам Какие-то, но все-таки мне кажется Что хоги, что шахтеры Это имба Потому что где я делаю все правильно Все четко, правильный заход Королева зашла, все снесла, что мне нужно То атака получается крутой Как видите, последняя атака была вне записи И трешечка прям залетела отлично А вот где волнуюсь и провожу первый раз То не очень получается Но могу с уверенностью сказать, что ученика лучше брать одного А вот кабанов и шахтеров, скорее всего, тоже юзать отдельно То есть, либо ты играешь с супер-шахтерами Либо отдельно с супер-кабанами Ну и теперь пора бы распрощаться опять с королевой Поставить ее уже на 87 уровень Как же долго ее еще прокачивать Наверное, целый... Ну да, так и есть Еще целый месяц уйдет на королеву Это, конечно, нечто Также давайте, наверное, прокачаем забор Я так решил, что все-таки не готов Я сейчас распрощаться со всеми строителями А кто же будет забор качать? Кто будет тратить волшебные предметы? Поэтому пока что строителя ложить не буду Вот не через 2-3 То да, я уже поставлю всех строителей Так как в скором времени освободится еще несколько На сегодня ролик заканчивается Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok